Тверская область вместе со всей страной отметила День защитника Отечества. В этот день вспоминают тех, кто отстоял независимость Родины в прошлом и кто сейчас защищает ее рубежи. Празднование в Твери традиционно началось с возложения цветов к стеле город воинской славы. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. День защитника Отечества Празднование в Тверской области 75-летия Победы, а также другие важные для ветеранов темы. Открывая встречу, Игорь Руденя поздравил с юбилеем фронтовика Федора Ивановича Бирюкова. В свою очередь, Федор Иванович также высказал свои пожелания для будущих поколений. Желаю всем хорошего, здоровья и достойно встретить 100-летие. Мы, может, не доживут, а они доживут, молодежь, 100-летие в мире и счастье. Федор Иванович поделился воспоминаниями, рассказал, что в годы войны прошел большой солдатский путь. От Воронежа до Эльбы с Курска пошел на Минск, с Минска к Прибалтике по Второму Белорусскому фронту. 97-летие скоро отметит Спартак Андреевич Сычев. Как подчеркнул фронтовик, сегодня очень важно сохранять память о победе, истории и подвиге советских воинов. Память о солдатах, павших в боях Великой Отечественной войны, будет сохранена в образе Ржесского мемориала советскому солдату, который возводится в Тверской области к 75-летию Великой Победы. Накануне праздника ветеранам Верхневолжья вручили юбилейные медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Награды получили 31 ветеран. Это участники сражений, жители блокадного Ленинграда, те, кто трудился в тылу и был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. В целом же, в честь Дня защитника Отечества в областном центре состоялось 84 мероприятия. Это разнообразные выставки, концерты во Дворцах культуры, акции в библиотеках.